Вчера, 19 марта, прошел турнир по холодному плаванию, в котором участвовали мои студенты. И для того, чтобы немного разгрузить само проведение турнира, мы решили детскую часть мероприятия категории юноши и юниоры перенести на утро. Поэтому Александр Брылин со своей командой с утра занялись подготовкой чемпионата. Я подготовкой спортсменов. И по плану, как я планировал, в 10 утра без опоздания мы начали этот турнир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главная цель этого мероприятия продолжение всего того воспитательного процесса, которым мы занимаемся в течение года. И он заключается не только в физической подготовленности спортсменов, в их выносливости, психоэмоциональном состоянии. Здесь главный воспитательный процесс. Мы обладаем физическим телом, которое закаливаем, которое оздоравливаем, которое делаем выносливым и сильным. Но внутри этого тела живет душа, который нуждается в такой же тренировке и подготовке. Дело в том, что ничего человек в жизни добиться не сможет, если у него будет слабый дух и такая же слабенькая душонка. Главная задача, я бы сказал, основные пункты воспитательной работы – это формирование большой и сильной души, доброты, взаимовыручки, участия и крепкий дух, стальной стержень, который находится внутри каждого человека. Ну ладно, не будем лукавить, стержень, который должен находиться внутри каждого человека. И вот такие маленькие люди с большим сердцем, с остальным стержнем, с крепким духом вчера участвовали в этом чемпионате. К сожалению, всю команду собрать я не смог, потому что кто-то отсутствовал по семейным обстоятельствам, кто-то уехал. Но основной состав, который всю зиму готовился к этому заплыву, они были. В том числе и участвовали ребята, которые начали нырять совершенно недавно. У кого-то второе, у кого-то третье погружение, и они тоже зашли в этот турнир. Вчера мы с удовольствием, с хорошим настроением проводили зиму. Впереди у нас много планов, они опять же направлены на воспитательные процессы, на подготовительные процессы. У нас будет проведено большое количество спортивных мероприятий. На летний период мы планируем проведение учебно-тренировочных сборов больших, еще несколько чемпионатов. К осени начнется опять новый цикл, и в зиму мы войдем опять погружением в ледяную воду. Поэтому наша работа, сотрудничество, добрые отношения с руководством из компании «Акваспорт», с теми ребятами, которые занимаются холодным плаванием, оно продолжится. Мы никуда не пропадаем, просто я уверен, знаю, что наша команда «Железных драконов» расширится, и мы еще поныряем.